привет дорогой народ чего-то я давно не снимала сейчас вот еду и думаю что вот я не снимала сегодня среда уходу у них пятницы видео нет а может что-то до пятницы вы учет и поснимаю как будто бы негде снимать нечего снимать поговорю хотя бы правда расскажу что да как так во-первых про здоровье не сделали биопсию все хорошо это сложный диагноз 3 каких-то очень сложных слова которые которые сказали можно забыть это новообразование да но она никогда не перерастает в злокачественное и в очень-очень редких случаях растет и в общем не никак не мешает жить часто появляется на молочной железе у женщин 40 плюс вот здесь напишу как это называется если кому-то интересно сказали через год на мама графе вот там когда делали биопсию не оставили титановую меточку и как бы это место будет более тщательно проверять ежегодно вот на радостях от этого мы взяли билеты и скоро летим в отпуск обещали сына на 18 лет показать тихий океан мы самим посмотреть на то что прям сыну показать так хочется самим очень тоже хочется посмотреть летим сан-франциско пару дней в сан-франциско потом поедем по потом поедем восточнее планируем облазить все национальные леса парке и оси мити обязательно к просмотру и секвой парк остальное по по месту вот и в общем и сегодня билеты купила уже не пару недель назад а сегодня наконец-то заказала жилье простую квартирку в сан-франциско ну ничего особенного двухбедровная бесплатная парковка это что главное для нас было и кухня полноценная а не могу сказать что прям так много жилья как бы его много конечно но у нас ценовой диапазон не широк вот и выбирали долго выбирали а вчера решилась мне тут советовали что в аэрон бенби нужно описать за спрос денег типа не берут можно написать хозяину просить скидку и мы снасти так делали один раз когда вот осенью ездили двумя парами и действительно дали короче написала один дом выбрали жилье на ферме написала молчу нехорошо получилось когда неловко я бы сняла уже этот дом даже без скидки но как-то обиделась мне показалось что можно было просто мне отказать ну сказать что там ах извините там скидку не можем предоставить науки я бы выбрала этот ферму короче обиделась немножко много очень домов по нормальной цене простых домов типа в таком как мы живем только там более более там западном стиле что ли в их стиле но в нейборхудах на выходы ну просто там соседями мы живем круглый год поэтому не хотелось искали что-нибудь эдакое а вот ну естественно там прям в парках строительства никакого нет же и жилья там нет там парки там леса вот поэтому в часе езды от секвой а парк сняли дом на ферме дом тоже ничего особенного дом как дом 3 бедрума кухня полноценная вот ну и вроде как как бы не как у как обычно не просто соседями а петухи из трех утра поют это единственный минус в комментариях но я посчитала это плюсом я не против песен петухов вот короче мы все все заботы у нас об отпуске еще рассказать вам хотела историю на или подружка есть и за нас гимнастики они гимнастику уже правда вы просили год парочку давненько уже бросили гимнастику не ходят ну а мы сдружились мы сдружились с мамой мы ездили вместе на соревнования они живут рядом с нами папы девочек знакомы тоже вот уезжают она или причем что они или такая тоже вот она как лёва на 1 люк даже если подружка бросила гимнастику или подружку не бросит в общем они такие дружны периодически встречались и слепого у них был то у них то у нас вот еще хорошая семья и они уезжают представляете на родину вот немного у меня таких кейсов среди моих знакомых вот ира которая уехала в россию вот и ребята но они их родина молдова они прожили здесь 15 лет они для слушал ехали молодыми студентами дети уже здесь родились ну и они как бы взрослой жизнью не жили вот у них надежда что молдова все-таки добьется своего и будет в европе в евросоюзе ну вот решили попробовать они да они оставляют себе мосты и говорят о том что ну не понравится но вернемся ну что там продали дом и уезжают в общем вот сейчас на или со своей подружкой кино завтра они улетают все выходные вместе провели в общем а сложно разорвать эту пуповину вот мы желаем ребятам удачи это вот эти новости еще рядом с нами опять в том году я вам рассказывал показывал и фотографировались посадили брошенное поле которое продавалось ну что-то видать то ли не продалось то ли наоборот продалось накупил человек который сеет на второй год подсолнухи и в том году заросшее заросшее поле было а потом что-то пригнали технику пригнали комбайны что-то начало расти распускаются подсолнухи и таблички появляются и вдруг появляются таблички что это подсолнухи для ваших фотографий здесь паломничество было столько было и просто людей приезжали фотографы и фотосессии были и вот опять в этом году тоже поле засеяли скоро будут а подсолнухи у нас жара у нас настоящее лето сегодня под 100 под фаренгейту 37 сегодня 37 по цельсию естественно в тени на солнце вообще невыносимо вот поэтому все так машины под кондиционером домах под кондиционером и тяжело на улице гулять я сегодня смогли погуляла в 6 утра и пойду наверно гулять когда уже будет совсем тимур вот так что время три часа я сейчас разгружу машину еду домой заберу льва который никак не хочет водить машину вот разгружу машину заберу левку отвезу его на работу потом сразу еду потом сразу еду за девчонками они смотрят в кино этого гарфилда а позавчера ходили на inside out второй фильм им понравился очень хотя не 1 даже не смотрели теперь хотя 1 посмотреть а сегодня гарфилд в общем левку отвезу потом еду за девчонками отвезу их к ним и там они будут вечер придут бассейне а я приеду домой ко мне придут подруги сегодня будем играть а завтра придем на концерт мару файф не то что прямые фанатки его но песни знаем потому что известные они и билет стоил 36 долларов грех не сходить а пулькина подруга мэри поляна через не переписывать как дела что она с подружкой со своей объехала 8 национальных парков за три недели и недели 6 тысяч 6 тысяч миль на машине покажешь фотки это badlands чем мы смотрели южная дакота до южная дакота по моему если там эти девчонки навещение а как у нас воронеже да-да-да-да-да ли тачком там прибыла короче я чё там мы так вдохновились честно говоря вот бабоку сайл Ага, вижу, да. Чонки. Бизоны. Ага. Дальше. Yellowstone. Палаточка. Ой, палаточка, ага, правда. Молодцы. Кейзеры. Давай ёминг. Круто. То есть, получается, вот так вот они кольцо сделали. Они прямо с Каролины, да? Они на своей машине? А, это их машина. Это мои машины. Красная Honda. Grand Ten. Это Монтана. Мы смотрели вроде. Какая же красота у них. Лусь. Офигеть. Да. Это Zion Bryce, где мы в том году были. Офигеть. Короче, мы уже строим планы на следующий год. Вообще. Быстро нарисовались планы. И прям это Антилопа каньонок, куда мы в прошлом году не поехали. Хотя близко были от него. Там какие-то странные условия. На 10 минут тебя пускай туда пофоткаться за 500 долларов. Это Юта. Это Юта. Это Юта. Тоже круто. Арки. Тоже Юта, да? Ага. Посмотрите, какие они огромные. У Мэри стоит. И, по-моему, вот это. В общем, какая-то из арок на... Это Colorado Rocky Mountain. На номерных знаках нарисовано. Ютубских. Молодцы, девчонки, вообще. Вообще, я прям... Ну, я прям зарядилась тоже. Я про Мэри говорю, Мэри. У меня вообще красотки. Вообще умнички. Три недели. Да видите, что, мы не сможем с тобой, мы с тобой. Мы можем. В любом составе мы можем. Мне кажется... Если всей семьей, то у Эрви надо брать. Если мы с тобой вдвоем, нам вдвоем тоже классно будет. То я бы взяла прицеп. Не палатку, а прицеп со спальными местами. Чтобы не спать на холодном полу. И как-то... Вот. И... Долететь. Вот мы обсуждали. Не пехать отсюда. Сутки только до тех гор. А долететь до Денвера. Угу. Долететь до Денвера. И сделать там кольцо большое. Если они приехали там... Монтана, Южная Дакота, Колорадо, Аризона, например. Юта. То они назад просто вот так вот сделали. Угу. Получается. Правильно? А что у них там последнее было? Юта? Колорадо было последнее. То есть они сделали, наверное, по северу. Потом Юта. В общем, спросим у них маршрут. Да. Потом Колорадо и домой, наверное. Нам, получается, нам Юта, Аризона не нужна. Мы там были. Да. А нам нужна вот эта вот... На север. Еллостон. Да. Нам нужна Монтана. Дакота. Да, да, да. Гензеры. Да. Или мы можем из Вашингтона и просто тупо по северу. Игнис, потом Акадия до Норской Орландии. Да. Короче, девчоночки прям... У меня прям такая актера... Прям... Почему-то у меня прям гордость за них. Молодцы, молодцы, девки. Ага. Полин, сегодня на концерт Марун Пайф иду. Чего? На концерт иду. Марун Пайф? Я с меняю. Давно? Планы такие? Ну, честно говоря, да. Я с тобой не говорила об этом. Нет. 36 долларов. Я не могла не сходить. Ага. Ты знаешь, что он изменщик? Да. Да. Да я вообще не фанатка. Как бы песни знаю, потому что они супер известны. Это вообще моя детская мечта. Я помню, я вообще в Удомле на Ютубе, в этой... В твоей мастерской в Удомле. Да. На Ютубе смотрела. Оу, еее. Тун, тун. Вот эти все клипы его. Оу. Что? Вот эти все клипы вообще я... Фанатка была прям? Да. Марун Файл у меня была. Да ты что? Угу. Нет, ты мне их, по-моему, показала даже. Да? Да. Ну, не знаю. Я никогда, мне кажется, не слушала. Да? Песни знаю. Много песен знаю. Ну, не слушала. Я клип Мизери. Ну, он крутился. Я клип Мизери. Я клип Мизери. На Ютубе. Там половина просмотров моих. Я его не знаю. По секунду. Так может, тебя надо было взять? Хочешь, вместо меня пойдешь? Да нет. Ну, я просто, я тебе говорю, я этот клип Мизери, где они там друг друга бьют. Боже мой. Да ты что? Просто там просмотров тысячу только моих. Мне кажется, я его просто вот так вот сидела и он просто повторялся. Да ты ж моя хорошая. А я иду вместо тебя. Ну, сходи. Ну, вообще, я в нем расчаровалась. Монь, чё? И я даже до того, как я слышал, когда вот этот вот скандал с его из... Монь, есть свой завтрак. А я до этого слышала, что он вообще очень грубый и такой он. Не наискарался уже. Да, там что-то на ТикТоке кто-то, аккаунт какой-то был. Ой. А ей того и надо, чтобы ее трогали. А, аккаунт какой-то был официантов каких-то там. Лос-Анджелес, Нью-Йорк, в больших ресторанах, куда селеберсы приходят. А они всех там, типа, кто хороший, кто плохой. И Марун Файк там, помню, этот, тадам. Всегда в плохих портах. Монь, что у тебя здесь такое? Чё у него? Да, там прыщик. Монечка, у тебя прыщик. Может, там клещ? Да не, мы таблетку пили. Это болячка. А ты вообще, знаешь, полный скандал с изменой? Да нет, конечно. Да? Ну, у него жена беременная была, Виктория Сикрет. Да, да, да. А он писал какой-то OnlyFans модели в Инстаграме, и она скриншоты выставляла. И он ей писал, что он ребенок, с которым у него жена ходила, назовел в честью ее имени. Фу, какая мраза золотая. Привет, народ. Еду, мы встречаемся, едем на концерт на Maroon 5. Мы встречаемся у Саши в 6, концерт 8. Нам туда пехать 40 минут. Пока парковку найдем, пока туда-сюда. На улице жара, духота. И вот я, о чем я хотела с вами поговорить. Я вам вчера рассказывала, надеюсь, я там ничего не вырежу, про свой утешительный диагноз. Так вот, я, ну, как бы, конечно, переживала и перетрухала немало, и как бы сделала такие немножко выводы. Оттуда я стала реже пользоваться дезодорантом. Ну, вот я, например, наверное, неделю не пользовалась дезодорантом. И вот сегодня только, ну, думаю, на концерт иду. Использовала сегодня. Ну, вот неделю до не было повода мне использовать его. Хожу, ну, хожу в зал каждый день, все равно каждый день моюсь. Как бы, ну, мне кажется, и прям действительно не проблема. Ну, и надо сказать, как бы, он такой, я не вонючая. Вот, это уж я не знаю, что мне нужно сделать. И как бы, а что тогда, что тогда я им пользовалась столько лет. Хотя, как бы, последние годы покупаю всякие фри того, фри алюминий, фри. Вроде как, вроде как они хорошие, но, как бы, вот врачи все равно говорят, что лучше не пользуйтесь этими дезодорантами. Вот, в общем, минус дезодорант. И Полине тоже посоветовала. И минус бюстгальтер. Я тоже, ну, много дома нахожусь. Как бы, раньше я просто с утра одеваюсь, ну, и надеваю бюстгальтер. А сейчас, как бы, думаю, зачем? Ну, а зачем? И я заметила, у меня, ну, как бы, я очень, очень разборчива в вещах. Мне очень важно мой комфорт. Мне очень важно, чтобы было удобно. То есть, если я покупаю бюстгальтер, и он мне, там, я понимаю, что он мне некомфортный, я его не ношу. И, тем не менее, от косточек в районе, где заканчиваются косточки с внешней стороны, я заметила, у меня есть пятна. Ну, от вот этой, от плотности косточек все равно там как-то натирается, как бы, они меня не беспокоят. Ну, это такая, знаете, не то, что прям мозоль, ну, как бы, есть такое потемневшее пятно, как бы, есть. С двух сторон видно, где эти косточки. Вот. Стало меньше носить, как бы, вот, куда-то, куда-то собираюсь, надеваю. И, ну, или, или, и спортивные. Хожу, ну, в зал спортивные бюстгальтера. Понятно, без косточек, ну, как бы, стараюсь, в общем, без. Вот, но сегодня я собираюсь сейчас на концерт. Такой у меня сегодня стиль. Free people. Хиппи. Вот. Думаю, ну, прикольно было. Без. Даже сначала надела майку без. И не могу себе позволить. Что-то у меня в голове какие-то слова. Прилично, неприлично. Думаю, ну, блин, мужики ходят и светят своими сосками. Ничего. Никто не обращает внимания. Вот. В общем, борются обо мне. Что-то. Что-то из прошлого. Вот. И настоящее. Ну, я понимаю. Конечно, там, когда мне было 18 лет. Какие-то бюстгальтера трусы бы надеть. Ха-ха-ха. Вот. А, ну, все-таки трое детей и так далее. Вот. Так что, девочки, давайте это. Нужно вот это вот все из головы выкидывать. Все эти... Как это называется? Адаптивки? Адаптивки? Ха-ха-ха. Вот. Хорошее дело. А еще у меня есть тоже плохая привычка. Она абсолютно не экологичная. Гинекологи говорят плохая. Это ежедневки. Это моя любовь. Как я с вами разоткровенничалась. Едем к Саше. В 6 часов встречаемся. У ABC. Нужно чуть поднять настроение. Хотя, как бы, вроде нормально. А сейчас еду, слушаю Marron Five. Полина просила. Я прям Полине сейчас говорила. Я говорю, садись, говорю, езжай. Вместо меня. Я говорю, вообще не проблема. Вот. Ну, нет. У нее там тоже планы на вечер, ужин. Вот. И не поехала. Показала мне этот клип, который она дослушала до дыр. И показала, как она ему пела, не зная английский язык. А вот, в общем, едем. Итак, начинаем все сначала. Мы уже в машине с Настей, с Сашей. Нам нужна кола. И тут выясняется, что в Whole Foods нет колы. В Trader Joe нет колы. И в... Надеемся, что во фреш-маркете есть. Да, и мы надеемся, что во фреш-маркете есть. И еще выясняется, что в Whole Foods им владеет Безос. Мало ему Амазона. Сегодня видели, была погоня в Шарлотте за Амазон-траком? Нет. А я видела в новостях. Саша тоже, кстати, собирала замуж за Адама. А еще в Whole Foods нет колы, но есть бамбуковые презервативы. Паркинг самый... Американцы? На траве себе. Да, приехали пораньше. Не стоят в пробке. Разложились. С утра надо стоять. И... Смотри, со столами. И наверняка уже колу со своими... Да, столы даже. А мы даже стулья не взяли. А мы даже стулья поленились взять. Я сюда поехала. Он тоже несет какую-то... Я буду сюда поехать? Я сюда хочу. Я не могу. А сюда можно? Да? Спасибо. Прикол. Спасибо, сэр. Спасибо, сэр. Итак, мы приехали, товарищи, ребяточки. Мы не перекроем. А, идем в очереди. Много парковок. Возможно, предоставят выбросить. Может быть, правило... Знаете, много людей в сапогах ковбойских. Прямо концентрация какая-то. Я без сапога. Мы тоже сегодня без сапог, кстати. А я без сапога. У тебя есть ковбойские сапоги? Ты без сапог? Я без сапог. У меня нету. А ты знаешь, что они стоят дорого? Ну, смотря какие. Ну, вот эти дешевые. Ну, скорее всего. Ну, дорогие продают для туристов. И для богатых американцев. И для богатых американцев. Пледики. Да можно и подорожную найти наверняка. 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 Да, мы идем в шлюпках. У нас такая пылища здесь. У меня стихмейер многое шлюпки. Помните, я была в шлюпке? Помните, я была в шлюпке? Помните, я была в шлюпке? Знаешь, сколько стоит? Нет. 15. Без 100. Без 100. Без 100. Без 100. Без 100, да? Просто 15. Там 90. Давайте. Заворачивать. Не надо. Две штуки. Короче, много народу в сапогах и в шляпах. Надеюсь, эта музыка еще без авторских. Вот такие вот у нас места. Мы с тобой не брали ни стулья. Потому что стулья вообще запрещено. А здесь рентал стулья. Вон написано. И все с пледами. Но мы... Марина говорит, как в Крыму на пляже. Мы без пледов, мы без стульев. Потому что мы собираемся весело провести этот вечер. Мы сейчас где-нибудь встанем, и люди пожалеют, что они взяли стулья. Потому что мы им будем все перекрывать. Вот так вот. Зря они надеются на хороший обзор. Может, сейчас начнется? Время уже 9. А мы тут с полвосьмого. С восьми начала. Сорок минут пела неизвестная девушка одинаковые песни. Ну и были люди, которые подпевали. А сейчас вообще просто ничего. Ждем темноты. Но я не знаю. Я знаю, что тут интересное. Я знаю. Я знаю, что тут интересно. Мы готовы. Едем домой. Время... 10.53. Ну, мы как едем. Мы стоим. Мы еще с парковки не выехали. И мы ушли. Песня последняя не закончилась. Почему, что она не последняя? Ну, должна быть последняя. Саша понравилась. У нее хрип голосок даже. Все слова знала. У Насти болит зуб, который удалили 3 дня назад. Которого нет. Которого нет. А мне чего-то не хватало. Какие мои зубы? Ни рыбы, ни мяса. Да нет. Зубов твоих недостаточно. А вот это... Что-то не такое. Я вроде такого. Пришла с хорошим настроением. Рада была, что без стула. И даже в следующий раз можно взять плед. Но это чисто, чтобы как бы зафиксировать свой квадрат. По которому буду сходить. Никто не ходил. Я не ходила по чужому. Да из нас под нас еле выдрали на одеяло. Я не ходила. Я стояла рядом и даже оглядывалась иногда. Она вот так тянула, мы с Мариной стояли. Так вы стояли. Я говорю, я не стояла. Посмотри, как мы вырвались раньше и мы уже стоим в пробке. Да, мы раньше уехали и уже стоим. Уже нам не выехать с пробки. Уже никто нас не выпускает. Да. Нормально. Я говорю, я сегодня ехала, когда до Саши еще. Включила. Мула Джаггер. И что-то мне даже веселее было. Десять минут назад. И пить очень хотелось. Давай, слушайте, Мэджин Дрэгон теперь. Угу. Смотри, Мэджин Дрэгон социалистом. Пока там ждали этого главного сегодняшнего героя. Купили билеты на Дрэгон Флай. Да, правильно я говорю? Мэджин Дрэгонс. Мэджин Дрэгонс? Мэджин Дрэгонс? Мэджин Дрэгонс. А ещё даже подумала. Мэджин Дрэгон. Он мормон? Верующий? поддерживать и украину он поддерживал короче купили билеты я теперь должна 145 долларов марине это задавать за сегодняшний и за следующий вот народ и никто не хочет есть на следующее выходные волосы я бы съездил на наладико пока народ